Итак, всем привет! Снова у нас на рассмотрении небольшая такая посылочка. Посылочка пришла из магазина, не знаю как правильно назвать, но я так думаю, dhgate.com. Как он там называется? Фиг его знает. В общем, я даже об этом не задумывался. Что меня приятно удивило, что здесь нет никакого, собственно говоря, скотча. Я четко смотрел, кто смотрит мои ролики, мои видеообзоры, те, наверное, обратили внимание, что я как-то неровно дышу к тому, что посылки как-то перемотаны каким-то непонятным для меня скотчем. Я так предполагаю, что эти посылки бодяжатся где-то у нас на границе, на таможне. Ну, в общем, пришла такая посылочка. Шла она довольно у нас, довольно, даже не знаю, как сказать, долго, недолго, почти три недели. Я заказывал вот такие вот брючата, штанишки. Ну что, я, конечно, надеюсь, что это именно такие штанишки, потому что там были разные по цвету. Вот, что мы видим? В том пакете пакет, в принципе, нормальный, не порвано ничего. Мы видим, здесь запечатано, ну, как запечатано, как в обычном, собственно говоря, магазине. Здесь идет упаковочка, это мы выкидываем. Значит, здесь идет вот такой вот интересный лейбл. На нем написано размер. Также написано непосредственно, кто производитель. Ну, и указания, всякие указивки на китайском языке. Что по поводу, значит, самого этого материала. Итак, значит, насколько я понял, цвет не соответствует тому, который я просил прислать. Нигде я не нашел видеообзора, именно качественного видеообзора на вот эти вот штанишки. Поэтому я решил непосредственно сделать сам этот видеообзор. Сейчас я уже немножечко расстроен, потому что я вижу, что это не то, что я хотел. Я вижу, что не то, что я просил. И я однозначно и в обязательном порядке буду делать спор, открывать спор. И посмотрю, как на этом сайте будет реакция непосредственно на мой спор, как будет вестись. Значит, ну давайте сейчас я еще быстренько перепроверю. Я этому товарищу, продавцу даже писал и показывал конкретно, какой мне нужен цвет. Сейчас я еще раз посмотрю. Итак, должен быть темно-серый. А у нас обычный серый цвет. Я этим придуркам даже реально просил их. Возможно, даже модификация не та. Я еще посмотрю. Итак, давайте посмотрим на швы, на качество сборки. С этой стороны вроде все у нас в порядке. Ткань на ощупь, знаете, ну синтетика синтетикой. Ну вообще, никакущая. Стоимость их 11 баксов. Вот. Что у нас здесь? Здесь вроде бы... Вроде бы такая неплохая стяжка. Ну вот, вот здесь вот вижу какую-то непонятную штуку. Ну, что хочу сказать, друзья. Ну такая среднячок, очень такой вот сильный, откровенный среднячок. Мне вот что-то говоря, как-то не очень нравится. Потому что я хотел совершенно как бы другой вариант. Еще надо посмотреть по размеру, подойдет ли этот размер на меня. По идее, высота должна быть у них 170 миллиметров. Грубо говоря, у меня сейчас, извините, только деревянная линеечка. И она равняется 40 сантиметрам. Итого. Вот это у нас 40 здесь. Вот здесь вот у нас 80. То есть я заказывал 107. 80. И смотрим вот здесь еще. Ну, чтобы было так четко понятно. Вот от этого пальца. Значит, там 80. 100. 102. Блин, ну этого ощущения, в какие рамки не лезет. Кроме того, что прислали не тот цвет, да еще не тот размер. Хотя я хрен его знает. У них здесь написано XXL. То есть 2XL. Но я что-то как-то неприятно расстроен. Конечно, я их могу здесь продать. Но я не знаю, кому они здесь нужны. Еще раз попробую с другой стороны начать. Здесь 40 сантиметров. Еще 40 сантиметров. И вот здесь смотрим 40. 80. Это 120, да? 40 и 40. 80 плюс 20. 100. Ну, 102, 103 примерно. Значит, ну, я чувствую эти по голосу. Я уже расстроен. Что у нас здесь? Здесь, ну, в принципе, строчка такая. Вот какие-то здесь торчат. Видите, уже вон. То есть они полезут. Они полезут и... Ну, это неприятно. Это неприятно. Даже, видите, нету... Именно в два раза они не подшивали просто. Они вот так, ну, сложили вот так и подшили. А здесь оно будет расходиться и все. Вот как в этом варианте. То есть они должны были вот так вот сделать на три раза. А они так не сделали. Смотрим вот эту вот ерунду. Сейчас я им, короче, накатаю. Посмотрим. Так. Ну, что здесь у нас? Здесь у нас получается вот такая веревка. Веревку они тоже не удосужились. Они чуть-чуть ее там прижали. Ну, а что-то горячей. Вроде как не пойдет она дальше. Но это мелочи. Если что, я сам могу это все тоже прижечь. Чтобы никуда не шло. Вот. Ну, посмотрим. Ну, в принципе, так на троечку, я бы сказал. На твердую троечку. Мотня у нас. Что там с мотней? Что там у нас с мотней? Непонятно. Давайте вывернем. Полная синтетика. Она вообще как-то, знаете, и рукам даже неприятно. И я думаю, что вот даже как-то и на дыхание. Хотя, по запаху запаха никакого нет. Ну-ка. Надеюсь, полгода никакой китаец в них не бегал, блин. Так, а прикиньте, бушную возьму, пришлют. Так, ну здесь вроде все нормально. Но, опять же, я так полагаю, что по росту они мне ни хрена не подойдут. Резинка внутри, я слышу, широкая она. Несмотря на то, что здесь еще вот такая вот веревочка, да. Тут еще присутствует сама по себе резинка. И вот эта резинка, вот ее толщина. Вот такая вот толщина этой резинки. Она чувствуется, ну, кому интересно. То есть, вот примерно вот такой расклад, такие штанишки. Значит, сразу хочу, давайте я сразу прикреплю в видео именно то, какой я хотел. Цвет. И тот цвет, который я в итоге получил. То, что я получил, меня совершенно не устраивает абсолютно. Вот, смотрите, цветовая гамма. Так. Вот то, что я хотел. Сейчас я, наверное, сниму, так будет лучше. Поставлю на паузу. Итак, вот то, что я хотел. И вот то, что я... Сейчас опять включу свет. Вот то, что я хотел, да. Вот он, темный, хороший цвет. И вот то, что я получил. Как это... Обычный серый. Да, у них был такой же серый, но это не тот цвет. В общем, друзья, я не рекомендую магазин. Вот этот вот ссылочку я скину на этот магазин, чтобы вы были в курсе, что там могут вам завернуть все, что угодно. И... Ну, предлагаю вам не покупать на этом магазине. Он мне не нравится. Хотя, к сожалению, я на этом магазине предварительно еще купил 9 товаров. Буду их ждать. Посмотрю, что дальше. Но на данный момент я вижу, что товар некачественный и не соответствует описанию. Всем спасибо. Все свободны. Всем здоровья. Пальцы вверх. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok